Автомобиль, о котором сегодня пойдет речь, буквально вывез компанию Рено из кризиса 80-х и позволил выйти на рынки Германии и России. И да, все это благодаря Рено 19. Ну а обо всем по порядку. Провал Рено 14, неудачные инвестиции, попытка выйти на рынок США погрузила компанию Рено в глубокий экономический. И несмотря на успех Рено 9 и 11, доля европейского рынка упала с 15 до 11 процентов, что привело к дефициту 12 миллиардов франков. Но несмотря на все это, в 83-м году приступили к работе над новым проектом X53. И чтобы хоть как-то вернуть тебе репутацию, основным направлением было повышение качества автомобиля. Раймонд Леви, на тот момент генеральный директор компании Рено, заявил. Я не знаю, управляется ли Фольксваген лучше, чем Рено, но я точно знаю, что Гольф хорошо продается благодаря своей репутации надежного автомобиля. Руководителем проекта был назначен бывший автогонщик Жак Шейнис. Дизайн Рено 19 был разработан командой дизайнеров Рено совместно с итальянским дизайнером Джарджетто Джуджару. Благодаря планным линиям, коэффициент лобового сопротивления составлял 0,31. Если что, у BMW M3 E90 2007 года столько же. Работы по проектированию кузова были завершены в июле 85-го года. Тем временем, в 86-м году, пресса начинает говорить о таинственном Рено 13. Однако самой компании от этого не тепло, не холодно. Поэтому пускай говорят, что хотят. А перед тем, как автомобиль допустить к дорожным испытаниям, силовые агрегаты необходимо проверить на стенде. Двигатели мучили по 750 часов, а на коробках передач имитировали по 200 тысяч переключений. Да и сами дорожные испытания стали проводить в специально оборудованных камерах, которые имитируют различные условия. И вот, в июне 88-го компания Рено официально представила новый Рено 19. Однако сами продажи стартовали только аж с 5-го сентября. Тогда назревает вопрос, а что они делали всё это время? Ну и дело в том, что они отрабатывали технологии для того, чтобы на рынок не попал сырой продукт. Более того, цену Рено 19 удалось снизить на 10% по сравнению с тем же Рено 11. А всё это благодаря тому, что новые Рено 19 стали собирать на 2 часа быстрее. Но самое главное, что всё это было не зря. Все были просто в восторге от этого автомобиля. Немецкие. Не, даже не так. Немецкие журналисты оценили его как японец из Франции. Вот такой вот знак качества. В рекламе автомобиль преподносили, будто это акула. Однако в техническом плане ничего особенного не было. Но именно за качество и надёжность публика и полюбила этот автомобиль, о чём свидетельствует 121 тысяча проданных экземпляров только за последние месяцы 88-го года. Как вдруг произошло одно из самых значимых событий новейшей истории? 9 ноября 1989 года. Падение Берлинской стены. Происходит воссоединение Восточной и Западной Германии. И пока политики разбирались, что, где и как, компания Рено связалась с мастерскими в бывшей ГДР и была одним из первых производителей, которая начала разворачивать сеть продаж и обслуживания в новых федеральных землях. И только благодаря тому, что они вовремя подсуетились, компания Рено заняла 12% рынка Германии. Фактически, им удалось сделать то, о чём мечтали почти все конкуренты – скинуть гольф с пьедестала. Сразу же после воссоединения Германии, Рено 19 был более популярен, чем гольф. Более того, в 1989 году Рено 19 был признан автомобилем года в Германии. А с 1990 по 1994 годы, Рено 19 был самым продаваемым импортным автомобилем в Германии и продавалось под сотню тысяч автомобилей в год. В последующие же годы, другие импортные автомобили и близко не могли подобраться к подобным показателям продаж. И только в 2009 году, Шкода Фабия побила данный рекорд. И то только благодаря бонусу за утилизацию. И вот, в 1992 году, Рено 19 победил в номинации «Золотой руль». И вот, в 1992-1993 годах, компания Рено открыла первый российский офис в Москве. В июле 1998 года, было подписано соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия «Автофрамос». Через год на базе завода «Золка» был открыт цех неполной сборки, который выпускал автомобили Рено Меган и Рено 19. В 2003 году началось строительство завода полного цикла для производства Рено Логан, которое завершилось в апреле 2005 года. Доля Рено в капитале «Автофрамос» постепенно увеличилась, пока в ноябре 2012 года не дошло до 100%. В июле 2014 года российское предприятие сменило название на «Рено Россия». Так что да, Рено 19 частично стал билетом в Россию. Что касается самого автомобиля. В основном предлагали 4 уровня отделки салона в сочетании с 11 бензиновыми дизельными двигателями мощностью от 60 до 140 л.с., среди которых был новый двигатель «Энерджи». А так были и хатчбеки, и седаны. Затем в сотрудничестве с «Карман» выпустили «Фрэш Эйр Стар Кабрио». И в отличие от того же «Гольфа», французы не нуждались в надоедливой фиксированной поперечной стойке, благодаря чему у Рено 19 «Кабрио» есть фанатская база и по сей день. А почему Рено? Автомат, кондиционер, и можно убрать крышу. Также еще в 1988 году был анонсирован Рено 19-16С, который выпустили в 1990 году. Автомобиль представлял собой спортивную версию Рено 19, то есть по сути заряженный хот-хэтч. Основными конкурентами считали Peugeot 309 GTI и второй Volkswagen Golf GTI. Автомобиль хвалили за отличную управляемость и высокооборотистый двигатель, что сделало его более быстрым и экономичным по сравнению с большинством конкурентов. Автомобиль оснащался атмосферным 16-клапанным F-двигателем объемом 1,8, мощностью 140 лошадиных сил, что позволяло разгоняться от 0 до 100 за 8 секунд, а максимальная скорость составляла 215 км в час. Хорошая управляемость достигалась за счет установки задней многорычажной подвески вместо стандартной торсионной. Также была установлена модернизированная тормозная система, в том числе тормозные вентилируемые диски в круг. Также автомобиль имел характерный воздухозаборник на капоте, задний спойлер, 15-дюймовые легкосплавные диски Speedline SL401, боковые юбки, сдвоенные фары, ковшеобразное сиденье РКР с кожаной отделкой, выпускной коллектор 4.1, дополнительный бортовой компьютер фиг знает зачем, кондиционер и люк с электроприводом. В апреле 92-го провели рестайлинг. Автомобиль принял более округлые формы, переработали оптику, приборную панель и бампера. Также теперь все движки оснащались только инжектором. Остальные элементы, рама, двери, сиденья и прочее, остались без изменений. Рено 19 засветился во многих фильмах, в том числе «Белая свадьба», L627, и перевозчик. Также в 93-м году Рено Спорт использовал 19-й в British Touring Car Championship под управлением Алена Меню и Тимом Харви. Но, к сожалению, им так и не удалось добиться серьезных результатов, и в сезоне 94-го его заменили на Рено Лагуна. Рено 19 продержится на конвейере до 2001 года. Платформу и ходовую часть, которые использовали на Рено 19, будут по-прежнему применять на Рено Меган первого поколения. И за все это время было произведено 5 миллионов 900 тысяч автомобилей, что ставит его на четвертое место самых продаваемых французских автомобилей в мире. Рено 19, Рено 19,